Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня у меня пшеничный хлеб с семенами на закваске. Вот такая вот красота! И эта красота получится абсолютно у каждого. Видео максимально подробное, все как всегда. Приступаем! Тесто для хлебушка я буду замешивать завтра утром, но такие ингредиенты, как семена для хлеба, а также закваску, нужно уже приготовить с вечера. Я буду выпекать хлеб 60% влажности, общее количество воды, которое мне потребуется, 325 мл. В чашке у меня 300 мл холодной воды, 25 мл воды я добавлю завтра в хлебное тесто вместе с солью. Итак, в чашку я добавила 1 столовую ложку семян тыквы, 1 столовую ложку семян подсолнуха, а также добавлю 1 столовую ложку смеси семян чия и конопли. Я все перемешаю, накрою пищевой пленкой и оставлю при комнатной температуре до утра, примерно на 10-11 часов. Мои семена сухие, но сырые, то есть они не поддавались обжарке и в них не добавлена соль. Такие семена более полезны. Вы можете взять любые семена, какие есть у вас в наличии. Не обязательно столько видов, можно взять один, например, семена подсолнуха или семена тыквы или семена льна. Берите то, что у вас есть в наличии. Также сразу же приготовлю и свою закваску. Мне потребуется 70 мл холодной воды, 10 г закваски, она у меня 100% влажности, пшеничная закваска, а также 70 г муки. Эту закваску я оставлю до утра на 10-11 часов, так же как и семена. Мука у меня пшеничная, процент белка 13,3. Если вы кормите свою закваску в другой пропорции, пожалуйста, делайте по своему способу. Самое главное, чтобы на момент замеса теста ваша закваска была на своем пике. Она была активной, вся в пузырях, увеличилась в объеме хотя бы в два раза, а лучше если больше и имела приятный йогуртовый запах. Также при добавке закваски в воду она держалась на воде, то есть не тонула. Это активная закваска. Итак, стеночки, баночки я почистила силиконовой лопаткой, накрываю крышкой, ставлю резиночку, чтобы утром я видела, насколько увеличилась закваска, оставляю на 10-11 часов при комнатной температуре. В моем доме 22 градуса по Цельсию. Доброе утро, друзья! Вот так вот выглядит моя заквасочка, порадовала очень своим объемом, увеличилась в целых три раза. Это очень хороший знак. Буду замешивать тесто. И вот так вот выглядят мои семена. Друзья, имейте в виду, если вы используете семена чиа или семена льна, то они слегка набухают, это абсолютно нормально. Есть еще способ вечером семена заливать не холодной водой, как я, а кипятком. Тоже можно его использовать. Теперь семена вместе с водой добавляю в чашу миксера. Тесто я буду замешивать с помощью миксера, но в таком же порядке можно замесить и руками, только займет чуть больше времени. Добавляю 100 грамм пшеничной закваски. То маленькое количество закваски, которое у вас осталось в баночке, можно использовать для следующего хлеба, для подкорма или для каких-то других своих целей, где потребуется закваска. Обратите внимание, друзья, что закваска держится на поверхности воды и не тонет. Если ваша закваска тонет, не стоит замешивать тесто. Такой хлеб не получится. Добавляю 400 грамм пшеничной муки с процентом белка 13,3 и 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки с таким же процентом белка. Замешиваю с помощью миксера. Насадка крюк примерно 2 минуты на скорости 2 из 10 возможных, чтобы ингредиенты соединились. В таком же порядке, как я уже говорила ранее, можно замешивать и руками, только это займет чуть больше времени. Если во время замеса, примерно где-то через полторы минуты, вы увидели, что на дне вашей чашки все-таки остается много сухих островков муки и вы чувствуете, что вам потребуется чуть больше воды, добавьте 1-2 чайных ложки. Все-таки мы использовали семена, которые замачивали, они тоже впитали воду. И мука у всех разная. Всегда нужно ориентироваться по тесту. Самое главное, чтобы ингредиенты соединились. Но не добавляйте сразу много воды, буквально по чайной ложке. Ингредиенты соединились. Теперь чашку миксера я накрою шапочкой для душа, специально для выпечки, оставляю отдыхать тесто на 1 час при комнатной температуре. Прошел 1 час, добавляю 10 грамм соли и 25 миллилитров холодной воды. Буду замешивать миксером на минимальной скорости, буквально несколько секунд. Затем скорость увеличу до 4 из 10 возможных и продолжу замес на скорости 4 примерно 5 минут. Если вы замешиваете тесто руками, то это займет примерно 12 минут. Сильно долго перемешивать руками я бы не советовала. Все дело в том, что от теплоты наших рук тесто нагревается, его температура поднимается. И если оно переходит в допустимый температурный режим заквасочного теста, то тесто может стать жиже и в итоге неуправляемым. Если у вас нет опыта, с таким тестом будет сложно работать. Кладу тесто в контейнер. Контейнер с тестом отправлю в шкафчик для ферментации на 40 минут. Температура в шкафчике 24 градуса по Цельсию или 76 градусов по Фаренгейту. Если вы хотите ферментировать при комнатной температуре, все отлично получится, никакого шкафчика не нужно. Функция моего шкафчика только поддерживать температуру. Можно также тесто положить в духовку с включенной лампочкой. Получится отлично. Если вы ферментируете не в шкафчике, обязательно контейнер накройте пищевой пленкой, либо шапочкой для душа, которую используете для выпечки. Прошло 40 минут. И теперь первое сложение. Я буду использовать технику Coil Fold. Обязательно макайте руки в холодную воду, чтобы тесто не липло к вашим рукам. И следите за моими руками. Делать все очень легко и просто. Если вы не хотите использовать эту технику, вы можете использовать другую технику сложения, которую я использовала в своем предыдущем видео хлеба. Ссылочку оставлю в описании под видео. Техника Coil Fold очень хороший способ сложения теста, особенно если тесто высокой гидротации. Но я как-то к ней очень привыкла и использую ее и для теста, как это 65% гидротации. Сложили с одной стороны, с другой стороны и затем еще раз повторяем. С каждым сложением вы будете видеть, как меняется тесто. Отправляю снова в шкафчик. Температура вся та же на 40 минут. 40 минут прошло и теперь второе сложение. Делаем все то же самое. Техника Coil Fold. Складываем с одной стороны, с другой стороны и затем еще раз то же самое повторяем. Как вы заметили, тесто уже не такое жидковатое, как было в первом сложении. Не нужно уже так много раз макать руки в холодную воду, оно не так липнет к вашим рукам. И по ощущениям тесто такое уже становится более как бы пушистое, как такая вот слегка как пена. Ну вот прям чувствуется в руках. Снова отправляю на 40 минут в шкафчик для ферментации. Или если вы ферментируете при комнатной температуре, то при комнатной температуре. Третье сложение. Все то же самое. Обратите внимание, друзья, как меняется тесто. Оно уже такое более пушистое внутри по ощущениям. Видны немножечко пузыри. Это очень хороший знак. Наша заквасочка работает и все идет по плану. И теперь снова отправлю в шкафчик для ферментации. Вся та же температура 24 градуса по Цельсию или 76 градусов по Фаренгейту на 40 минут. 40 минут прошло. И теперь четвертое, последнее сложение. Делаю все то же самое. Если вы увидели, что на вашем тесте образовались большие пузыри, то желательно их лопнуть, чтобы потом в тесте у вас не были такие, знаете, большие пустоты. И оставлю тесто для последнего этапа ферментации еще на 40 минут. А затем уже можно будет делать предформовку и формовку. Если после третьего сложения у вас уже получился результат, как у меня после четвертого, то вы можете на нем остановиться. Или наоборот, если после четвертого сложения вы увидели, что все-таки еще тесто не такое, как у меня, то может вам еще надо еще одно. Ориентируйтесь по тесту. Прошло 40 минут. И теперь рабочую поверхность я припыляю слегка мукой, совсем-совсем чуть-чуть. Переложу тесто на рабочую поверхность, вот таким вот образом. Даю ему самому выйти из миски. С тестом нужно быть на этом этапе максимально осторожным и нежным. Все-таки в нем уже образовался клейковинный каркас и нужно стараться его не повредить. Теперь с помощью скребка складываю пополам и округляю вот такими вот движениями. Можно это делать и руками, без скребка, но если вы планируете печь тесто в будущем, советую приобрести скребок с ним гораздо легче. Делаю несколько движений до тех пор, пока не получился упругий красивый колобок. И оставляю при комнатной температуре, ничем не прикрывая, на 20 минут. 20 минут прошло. Теперь формую хлеб. Делаю вот такие вот складывания. Самый простой способ. Я его уже не раз показывала. Следите за моими руками, комментировать ничего не буду. Скажу только одно, что на этом этапе нужно очень постараться. Потому что чем плотнее, чем лучше вы сформуете свою хлебную заготовку, тем лучше у вас получится разрез. Все мечтают о красивом гребне. Поэтому, друзья мои, делайте упругую заготовку, правильно разрезайте хлебную заготовку и у вас получится все на все 100%. И теперь немножечко закрепляю края. Обратите внимание на мою хлебную заготовку, какая она упругая, как мячик. Если у вас получилось так же, хлебушек будет все 100% очень хорошим. И теперь беру рисовую муку, хорошо припыляю сверху. С рисовой мукой у вас ничего не прилипнет к вашей корзине. Корзину я тоже уже обсыпала мукой. Можно ее застелить полотенцем. Или можно вот просто... Я хочу, чтобы сегодня у меня получился узор, поэтому полотенце для хлеба не использую. И еще раз вот делаю вот такие вот stitches. Я не знаю, как это будет на русском. Ну, в общем, вот такие вот движения. И хлебная заготовка будет у меня еще более упругой. Отправляю в шкафчик для ферментации. Температура 24 градуса по Цельсию, либо 76 градусов по Фаренгейту примерно на 2,5-3 часа. За 45-60 минут до выпечки хлеба чугунную кастрюлю вместе с крышкой кладу в холодную духовку и нагреваю до температуры 450 градусов по Фаренгейту или 230 градусов по Цельсию. Прошло 3 часа. Посмотрите, друзья, как выглядит моя хлебная заготовка. Накрываю ее пергаментной бумагой и затем переворачиваю тесто на пергаментную бумагу. Очень важно брать пергаментную бумагу, которая выдерживает высокие температуры. И очень аккуратно снимаю корзину. Друзья, если случилось так, что каким-то образом хлебная заготовка прилипла к вашей корзине, не спешите расстраиваться, дайте ей самой выйти из корзины и все будет отлично. С помощью острого лезвия на хлебе необходимо сделать глубокий надрез. Угол примерно 30 градусов. Друзья, не жалейте хлебное тесто, делайте глубокий надрез. Очень часто, особенно те, кто только начинает выпекать хлеб на закваске, боятся делать глубокий надрез. Не бойтесь. Смело разрезаем тесто и отправляем в нагретую кастрюлю. Будем выпекать под крышкой температура 230 градусов по Цельсию, 450 градусов по Фаренгейту 20 минут и примерно 20-25 минут без крышки при той же температуре. Мой хлебушек готов, выпекался 40 минут. Теперь необходимо переложить его на решетку и желательно дать ему остыть минимум 3 часа. Это важно для заквасочного хлеба. Хлебушек остыл, вы только послушайте. Великолепная корочка и невероятно вкусный, пористый, с семенами мякиш. Хлеб очень вкусный. Очень советую вам, друзья, попробовать. И не бойтесь заквасочного хлеба. Если получилось у меня, на 100% получится и у вас. Если не так, то лучше. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и прекрасного хлеба печенья. До новых видео. Всем пока.